Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Смотрите что у меня в руках Это настоящий огнетушитель А все потому что Сегодня мы снимаем видосик с Супер Сусом Всем привет Мы приехали в зону, точнее Сергей меня привез Показать землянку И чтобы я отработал прошлый грех Помог ему достроиться Может там отпразднуем Новый год Ну короче, приехал в гости Серега меня пригласил в гости Всем привет, кто меня не знает, я Супер Сус И я в гостях у Сереги Трейсера Сегодня на канале, и сегодня мы будем Достраивать землянку, доводить до ума Я пообещал, что запрошу разрушенную землянку Я помогу строить новую Или хотя бы довести до ума, что я умею Помогу сделать сегодня В общем ребят, у нас целая орава сегодня Я надеюсь, что сегодня будет Беспроисшествие, если что, я взял на всякий случай Огнетушитель Огнетушитель это Я же надеюсь, что ты без всяких Опасных штук-грюк пришел Я сегодня без греха и на чистом пришел Все, хорошо, тогда погнали На резвом, на чистом и на хорошем настроении В общем ребят, у нас сейчас предстоит Где-то около минут 40-50 Путь к землянке И в общем сейчас покажем тебе, что мы там настроили Может здесь, Серега, Новый год отметим? Да ну нафиг, я лучше с Чак Норрисом его отмечу Чего? Чак Норрис прикатил на танки И объявил новогоднее наступление Новые игровые события в World of Tanks В котором ты можешь наряжать елку И украшать ангар для поддержания праздничной атмосферы Ежедневные подарки от Снегурочек А также специальные задачи для самых мощных мужиков Выполняя их, чтобы получить командира Чака Норриса Его можно посадить в танк и наслаждаться той самой озвучкой из боевиков 90-х Я сам себе нанес ранение Пусть не обольщаются Каждого игрока до 12 января под елкой ждет премиальный ПТ-САУ 4 уровня Но это только начало Регистрируйся по моей ссылке в описании И получи целый мешок новогодних подарков 7 дней премиума Премиум танк Т2 ЛТ И 400 тысяч кредитов Успей завербовать Чака Норриса Регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании Мы пришли к землянке Сус, что у тебя уже есть? Какое-то прям желание посмотреть, что там внутри Ну в принципе ты по видосам видел? Ну конечно интересно Давай с тобой зайдем посмотрим Ну Сус, подписчики массово писали Без обид, короче, прежде чем тебя пустить в землянку Стой, 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 подставка, это не дверь Нет, это ручка Нет, они просили Ручку и стой, не ломай Ты пришел, уже ломаешь, короче Подписчики вот просили Прежде чем тебя пустить внутрь, короче Они просили тебя обыскать на наличие там Пиротехники, огненных всяких там предметов Там горючих всяких Смесей Ты не против? Не, не против Короче, у меня есть такой пинпоинтер Видишь, что-то у тебя пищит? А, это молния, молния Что-то у тебя в кармане тут такое? Зажигалка? Так ты же не куришь Зачем тебе зажигалка? Если ты не против, Сус, я заберу у тебя Так, давай А, ну мобилка-то понятно А тут что у тебя пищит? Молния Так, Сус, без приколов Что у тебя тут такое? Потому что я эту землянку строил, блин Давай, Сус, что это за... Зачем тебе? На вечер взял подсветить Там уже подсветил одну землянку Сус, давай без прикола Давай вот этот пояс шахида Ты, короче, оставляешь тут Мы открываем дверь и заходим в землянку Потому что, ребят, реально Очень много сил вложено в эту землянку И честно, я бы не хотел, чтобы она сожглась Тем более, что ты же сам сказал, что пришел помогать Короче, давай Все, это пусть у меня на хранении будет Больше ничего нету у тебя? Ну, нафигай Да не, у меня уже руки заняты Точно ничего нету у тебя? Я просто так поверю Пикай Да не, вроде пустой, в принципе Что там, по рюкзаку Вроде все нормально Ну, смотри, я надеюсь, что ты ничего там тихонько втихая не пронес Ну, что, смотри Вот тут, короче, снизу Все, пусто Да все, верю, 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 верю Все, давай, открываем землянку Заходим, да, давай Все, можно я рюкзак себе заберу? Давай, все, подальше Да, греха подальше Вот, в принципе, шо Оба Видишь, это подпорка такая, короче А ты ее чуть не выломал уже В принципе, тут немножко бардак Я еще не прибрался до конца Тут все на этапе строительства О, нормально, у вас тут коньячок Это не коньячок, это морилка Я думал, коньяк Тем более, ты же не пьешь Ух ты, ты обчухал уже? Я смотрел видео Да, обчухал В прошлой серии вскрыл пол морилкой, но уже высохло, видишь Я тапки не взял Да ничего страшного, хоть и так Мы еще раз, наверное, вскроем морилкой сегодня, ребята Аккумуляторы надо вставить И будет свет Сигналки нету В общем, в принципе, как-то так План работы сегодня у нас какой Нужно сделать, ребята, кровати В общем, было много комментариев на тему кроватей Либо шконки делать, как на тюрьме одета Либо же делать двухъярусную кровать Ладно, говори, что делать, я все помогу Я думаю, мы сейчас с тобой первым делом займемся тем, что Сделаем шконки А ребятам на улице поручим задание, чтобы они Вот эти штуки, я забыл Вот писали в комментариях, как они называются Боковушки вот эти надо будет досками зашить А мы, короче, с вот этих досок Они, короче, смотри Блин, все равно еще лед остался на них Мы сейчас его очистим Сделаем две шконки Одна будет с этой стороны, одна с этой Ну, потом, в принципе, их можно будет, если что, переделать в двухъярусную кровать Ты как думаешь, двухъярусную кровать тут будет лучше? Ладно, я 15 лет на стройке работаю Я тебе все помогу, что надо Все, договорились Все, ребята, выходим на улицу Сейчас у нас будет запускаться рабочий процесс Так, Сус, только без приколов Так что же забрал уже? Потому что три месяца строилась землянка Не успели прийти, Артем уже тут начинает куховарить Смотрите, таким читерским способом Я научил Разжигает костер А мы тем временем сейчас Не-не-не, тихо, Сус, Сус, оставь, оставь Это не для тебя Артем, спрячь На счет вот этих боковушек Все-таки Сус посоветовал просто сейчас накрыть Вот у нас там есть остатки гидробарьера, рубероид Мы сейчас, короче, чем-то накроем И просто закидаем землей И, наконец-то, покроем крышу тоже землей А потом я в другой раз приеду И либо по весне засею все травичкой Чтобы было все красивенько Зайцем заведешь кролей сверху Тоже как вариант Тут мини-ферму можно какую-то сделать По три уха у зайца будет расти Или вот этот край Сейчас вот так застелим в кошак Ого, смотри Впритык, чуть-чуть не хватило Ну ничего, у нас еще есть гидробарьер И, в принципе, тут еще есть залежные пленки Я думаю, что материалов нам сегодня хватит Думаешь? Я думаю, мы хорошо сейчас заизолируем Ну, либо засыпем заново Я вообще думал на весну тут травой засеять Чтобы, знаешь, вот красивенько так было Вот, смотрите, блин, тут еще такие обледенения Можно упасть Окна, движ, париж Тут травка зеленая Ну, должно красиво быть Так, а что тут делать? Колян, что тут делать? Смотри, щель такая получает Добавим барьером Барьером? Закинем просто и все, да А с той стороны до краю, да? Ну все, тогда берем сейчас вот такую рейку сюда, ребят Прикручиваем, чтобы оно вот хорошо так было Да и можно закапывать, наверное Смотрите, ребята, как они посмерзались Сейчас уже, кстати, чуть-чуть маленькая потепель пошла Сейчас где-то ноль Огнем их Давай, пока что, давай Все, что без огня Вот, все будем делать, что без огня Решили, что нужно вот эти все пеньки, которые вот так торчат Немножко подрезать Сусанин вызвался завести пилу Сус, стой, там же ж надо это Вот эту черную штучку на первое положение поставить Зажми ручку, да, вот так С ними несложными манипуляциями Сус выровнял вот эту стенку И теперь, я думаю, можно уже накрывать рубероидом Давай, заберем на дрова Да, вот это можно на дрова сжечь будет Вот так вот, сжечь мне нравится Вот эту сжечь тебе только и нравится Сусанин не работал, чтобы вы поняли настройки уже три года Ну, что ж ты сделаешь, хочешь, не хочешь Саморезы хоть не разучился, раз закручил Силой, не силой, придется отрабатывать Надо вспоминать навыки Саморезы еще помнишь, как закручивать? Ну, нажимай кнопочку, и оно крутится О, песня Это для ленивых, одна штука Очень классная штука, с помощью нее тут, можно сказать, вся землянка построилась Очень удобно Так, ну что, ну хоть на финальную серию, так сказать Ну, это не финальная серия, но завершение проекта уже Прикручиваем? Да, тоже прикрутить надо, чтобы держалась Сусанин наконец-то пришел Сдержал все-таки обещание Сказал, что поможет новую построить Мы тут все зашили толью, рубероидом Остатки там, клеенки использовали, потому что чуть-чуть не хватило Да, и что, начинаем засыпать Смотрите, земля просто камень Сейчас красиво все засыпем Сделаем такой скат, чтобы вода стекала Потом еще, там через пару серий, наверное, вокруг Обкопаем такую канаву Я надеюсь Это земля промерзло Ну блин, холодно не будет Давай паяльник Паяльную лампу расклеим Да не гони, давай так, копаем Паяльной лампой подогреть можно было бы Да, ну, растаяло бы У нас лопаты всего лишь две Рук очень много И работы, в принципе, тоже немало Мы решили параллельно запустить второй процесс В общем, для этого дела мы привлечем колена Колян, пошли с тобой внутрь В общем, ситуация следующая Видишь, у нас засралась лестница немножко Здесь есть вот местами остатки льда Нужно, смотри Я сейчас тебе дам какое-то приспособление Нужно будет вот этот песок стереть Где-то вот тут лед, ты можешь горелкой взять Вот так растопить Вот только баллоны там поменяешь Потому что ты тут уже сел В общем, видишь, вот эти остатки льда Они плохо сошкрябываются Вот тут такие звуки страшные Ну да Короче, нужно будет очистить Обжечь Вот так красиво А потом, когда обожжем Мы вскроем это все дело морилкой А, еще и морилкой? Ну, типа да, чтобы по красоте было И еще раз, надеюсь, сегодня успеем Закрасить пол морилкой А шамес там был? Там дрова будут А, дрова просто Дровник, короче Мне написали в комментариях Дровник правильно называется Ну, удобно будет То есть целую ночь можешь топить Даже до бесконечности Еще ребята, кстати Не помню кто Но кто-то один написал Очень хорошую мысль Но я не знаю, реализуем ли мы ее Он посоветовал вот так трубу пустить внутри А потом дымоход сделать тут И вот эта труба, которая тут будет Она будет отдавать больше тепла И реально здесь будет тупо баня Вот почти дословно процитировал комментарий Дружище, спасибо за совет Не знаю, или мы им воспользуемся Но это очень грамотный совет Ну, короче, пожмем, посмотрим В общем, Колян Я тебя оставляю Найдешь какой-то инструмент Вот эти остатки льда Ты можешь растопить Потом очистить Там есть наждачичка Шлифанешь малость И, короче, этот Окей, понеслась Ну, ты понял, короче Все А я пошел дальше копать Сусанин, ты что не копаешь? Могу копать? Могу не копать? Сказал, Серега, построим тебе землянку В принципе, видите Работа идет быстро Все, давай, Денис Я тебя поменяю Или давай тебя, Сусанин Чтобы ты отдохнул немножко Чистая лестница Я уже очистил ее От льда От песка От всего остального Что тут было От всего мусора И сейчас я ее буду Пытаться как-то Обжигать Нет, что-то результат Тут горелки Вообще не как очи Я думал, что она сразу Возьмет, там Отпалится быстренько Но они на самом деле Слишком сырые Мне что-то кажется Что мы их не опалим сегодня Потому что они настолько Сильно замерзли Что они просто высыхают Видите? Наверное, каждую ступеньку Придется нам высушить Изначально А потом же мы их только Сможем обжечь Не знаю Я ее пока не высушил Только Обжигание Еще даже не видно Никакого следа Так, друзья Эти фаера Это была всего лишь Приманка А чтобы поймать Большую рыбу Я скормил мелкую И таки протащил огнемет Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стой, мы уже горим Не горит Чувак землянка чуть не сгорела заново Да нормально Смотри, она еще что то там горит Блядь, одинаково Суству что произошло Да нет, все четко Сус, что это за х... Мы опаливаем ступень Что это такое? Стой! Что ты делаешь? Где ты это взял? Да ты за ступеньки шку Коля, я тебе дал горелку Вот Так она закончилась, братан Где ты... Это что такое? Ты что делаешь? Это что, огнемет? Да нет, это я ступеньки парил Где он это взял? Что тут было? Я только слышу крики такие Бегу сюда Что случилось? Ступеньки опаливаем просто, братан Все нормально, они не расслабляются Все нормально Короче, ребята, я не знаю где он взял Смотрите Как он сюда это пронес Вот такой рюкзак у него на спине был Вот я так понимаю баллон с газом И отсюда Наверное, идет пламя Где ты взял эту штуку? Да мне даже Кто? Короче, ребята, Колян сказал, что лестница не обжигается И вообще от греха подальше, чтобы не сгорела вся землянка Я, наверное, не буду обжигать По крайней мере, сегодня точно ступеньки Наверное, просто сейчас их еще раз почистим И замажем морилкой Но Сперва нам нужно вот эту сторону еще дозашить Потому что вот эту сторону мы уже хорошо закопали Смотрите Покажу вам А сейчас будем заниматься второй стороной Друзья, я открываю свой магазин мерча Пока что в нем можно приобрести только вот такие вот крутые кружки В такой вот коробочке Видите, коробочка чернобыльской тематики Пока что все дизайны кружек тоже чернобыльской тематики В дальнейшем, я не знаю, может что-то другое будет В общем, смотрите Я тут взял с собой пару штук для того, чтобы вам показать Вот одну показывал Вот такая типа I love Припять Вот такая В общем, тут много-много разных классных всяких дизайнов Более подробно можете ознакомиться по ссылке в описании Я оставлю ссылку на инстаграм моего магазина в описании Можете переходить, смотреть, выбирать и заказывать И в комплекте еще вам будет идти открытка с моим автографом Который я от руки буду подписывать каждому индивидуально Вот эти все кружки, которые я с собой взял Мы их разыграем среди тех, кто подпишется на инстаграм аккаунт, так сказать, моего магазина Просто подписывайтесь и мы случайным образом, сколько здесь, 9 кружек, если не ошибаюсь Мы эти 9 кружек отправим нам Пока еще светло, решили Сусанину сделать небольшую экскурсию Потому что ты же только одну хату в этом селе видел Да Мы сейчас тебе покажем еще какую-то хату Вон хата впереди Да, вот, есть впереди какая-то хата Многие знают Андрюху Сусанина У него есть свой ютуб канал, но кто не знает Переходите, ссылка в описании Андрюха Мы с Серегой снимали много роликов Уже есть там ряд Особенно крайний ролик очень жирный Я перебью, извините Да Я оставлю ссылку в описании Мы снимали много роликов с Сусаниным Смотри какая костка Волки хуерились Да Короче, последний ролик реально, ребят, очень крутой Вот знаете, вот мне иногда еще олды пишут Что типа вот раньше были такие ролики, что ладошки потели Так вот, если у Сусанина посмотрите крайний наш совместный ролик То у вас реально будут ладошки потеть Очень жестко сходили, прикольно Под Киево-Печерскую лавру В туннеле, водопады, веревки Серега, если что, профессионал по веревкам А ты по огню профессионал Кстати, ребята, многие писали, что землянку затопят Но здесь такой уровень грунтовых вод, что Видите, колодец глубокий А, все, есть уже вода, кстати Кстати, смотри, как он косо стоит Ого Здесь, короче, раньше болота были, понял? И в колодце спускаться в этих местах очень опасно Может вот произойти такой звук кругов Говорят, что если в колодец есть днем Очень глубокий, глубокий То можно звезды типа якобы увидеть Слышал такого? Не слышал Короче, реально, пацаны, здесь не было воды Может кто-то помнит еще первые серии? Да, вот именно эту хату я хотел тебе показать Потому что другие хаты, они еще не развандалены И они закрыты, понял? И мы не хотим ломать ничего Поэтому ведем тебя именно в эту Зашли уже ближе к хате Смотрите, как все поросло Весной, точнее осенью было покрасивее, конечно Это все дело Да, мы чуть-чуть не с той стороны зашли А там с той стороны уже тропа протоптана просто Ну, иногда Тут получается, я уже говорил в некоторых роликах Но все равно под каждым роликом пишут Это, ребята, третья зона Она не ограждена колючкой Здесь как бы такая зона отселения Но не принудительного была Здесь было заражение когда-то Загрязнение, вернее Но не очень сильное Поэтому люди по желанию Кто хотел Те отсюда отселялись Ну, новых людей как бы сюда не пускали То есть можно было заехать Только если у тебя родственники какие-то Или ты тут живешь Таким образом, получается Цивилизация отсюда Уходила, уходила, уходила И в конце концов Люди просто Люди просто покинули свои дома А где-то с семнадцатого года Здесь сняли КПП Сделали заповедную зону, если не ошибаюсь И как бы доступ свободен Но покинутые такие вот села И никому они не нужны Вон пацаны уже с другой стороны быстрее нас обошли И они уже в хач Опа, что-то за личинку чужого Это хлебница какая-то Что это реально? Хлебница, да, походу была? Знаю Да, на хлебниках А мне на хлебницу больше похоже Ого, это не дом был Это какой-то магазин был или что? Не, магазин в другом месте Ты слышишь, Серега, а ты Камрада сюда не думал позвать? Я думал на Новый год его позвать Не, по печкам порыться Клады могут быть заложены В принципе можно порыться поискать В этих, в душниках Камрад в этом профессионал Можно будет это В колосниках, да? Пошли дальше Пошли дальше, покажу тебе хату Я вообще думал, знаешь что? Я думал, короче, собрать здесь Ну, как можно больше блогера У кого получится И Новый год встретить в землянке Она как раз к тому времени уже будет готовая Печечка есть, тепло будет, все дела Как тебе такая идея? Вообще супер Вот это я подозреваю какая-то сталкерская кровать Типа, да, я вижу тут Пол проваленный Ну, в принципе, такая хатка была Видишь, тут мародеры Все уже развандалили, все только можно Ну да, либо кто-то просто сам выселился Что ты делаешь тут? Ты видишь, печку разжигают, дрова сырые Что-то не хочет гореть Может поможете? А как ты мне можешь помочь? Ну как, я же хозяин разжигателей Ну давай, помоги Да не, оставь себе Я хочу покруче есть Опа! Блин, я что у тебя все паера забрал, Сус? Только давай осторожно, пожалуйста Я надеюсь, на этот раз землянка не сгорит, ребята Ладно, ладно, не живи, земляночка Живи, земляночка Ох ты не хочет Иди глянь Офигеть Просто глянь бы эти окна Фу! Эээээ, Сус! Какие-то на этот раз паленые фаера Не то что землянка Даже костер в печке не разгорелся Ну, я тебе скажу светило он очень люто Там температура просто адская Ну ладно, я пошел дальше разжигать землянку, там реально надо проветрить ее уже. Так, у Суса не получилось разжечь печку, попытка номер два, давай. У нас есть канистра с бензином специально. Поймали, значит, это вот абориген у человека. Внутренний человек говорит, наверное, писк. Внутренний голос говорит, нет, это еще не писк, что же мне делать? Говорит, убей вождя, взял вождя, убил. Говорит, вот теперь писк, сказал внутренний голос. Так что это еще только начало. Да я понял, но мы как бы следим, огнетушители все еще под рукой. Я как бы понимаю, что мы им больше прикол тянем. Я бензин тяну. Тяну, тяну, потягиваю, никак не вытяну. Так, я не знаю, что мы там сейчас увидим, ребята. Да, лучше иди, смотри, как пищу готовят. Давай, заходи. Твою мать! Ни черта не видно. Тупо туман. Противотуманную фару включаю, ничего не помогает. Ну давай, сейчас, может, пламя будет, лучше видно будет. Фу, она будет долго выветриваться, наверное. Что там? Давай закроем, может лучше разгорится. Тяга нормальная. Тупо, ребята, туман. Да. Фаер, землянка Иисуса, это, конечно, такая себе смесь. Надо было все-таки отказываться от этой идеи. Ну, в плане фаера. Потому что, видишь, он как бы горел классно, но дрова, ребята, полностью сырые. И вот такая беда. Сейчас восходится. Слушай, я вот стою в метре от тебя и тебя уже практически не вижу. Не надо меня видеть. Слушай, мне кажется, надо выйти на улицу, потому что этот воздух, он, наверное, не совсем полезный. Ну что, ребята, спустя не много, не мало времени Сусанин таки смог разжечь костер, потому что я думал, что он уже теряет хватку. Давай. Пытался тут огнеметом мне сжечь землянку, потом фаером не смог печку разжечь, но все-таки спустя время получилось. Ну что, давайте поднимемся наверх, я вам покажу, что мы уже сделали. А где у тебя второй этаж есть? Ну, почти, да, второй этаж. Смотрите, ну та сторона, понятно, засып... А где чердак тут у тебя? А чердак, я не знаю, можно второй этаж будет построить. Засыпали вот эту сторону. Опа. Шконки, я не знаю, успеем ли мы сегодня или не сделать. Потому что там Тёма нам готовит мясной торт. Я вам потом, ребята, покажу, как он будет готов. По-моему, он его не готовит, по-моему, он и живой съел. Да, он что-то жует, вот как ни посмотри на него, он жует все время. Ну что, мы наверно все-таки сейчас опять очистим лестницу и хотя бы лестницу вскроем сегодня морилкой и еще один слой пол. Ребята, оказывается, пока мы там все теревенелы разжигали. Тёма, что ты уже приготовил? Где? Я смотрю, уже почти сожрал. Давай сейчас Сус снимет пробу и скажет, вкусно, не вкусно? Вкусно. Значит, хавать можно. Ну все, берем еще у нас по кусочку осталось. Блин, пока мы там ходили, смотрите, был целый торт. Он же круглый был, да? Да, наверное. По идее круглый. Это там булава. А кто слоник? Сирикой. Здесь ты делали так ручкой. Ха-ха-ха-ха. Прикидал, насколько мог. Конечно же, да, надо будет все красиво разровнять, чтобы такие ровные скаты были. Потом нужно будет вокруг такую здоровую-здоровую траншею выкопать, чтобы вода стекала. Давайте спустимся, посмотрим, чем Супер Сус занят. Наверное, опять что-то палит. Не, смотрите, заметает. Ну что, сейчас Сус да заметает, лестницу еще немножко заметем. И надо будет повторный слой залить еще морилки, потому как оно подсохло и достаточно светлое такое. Ну, мне кажется, если темнее будет, будет красивее. Ну и лестницу вскрыть в какой-то веке уже. А потом мы через пару дней сюда с коленом вернемся и зальем все уже красиво лаком. И лестницу, и пол. И нормальный проведем свет. Не буду делать спойлеры за свет. Было очень много крутых ваших, ребята, комментариев по поводу света. Кто-то говорил, ветрогенератор поставить. Кто-то генератор такой, что под печки на элементах пельтье. Кто-то там, короче, много-много чего. Вот, в общем, как мы сделаем, чтобы здесь был автономный такой свет и бесплатный. Я не буду говорить, как мы это сделаем. Вы это увидите уже, ребята, в следующей серии. Ну, сейчас что, быстренько все замазюкиваем и будем уходить. Потому что по темноте тут страшно ходить. Надо желательно выйти, пока еще не стемнеет. Остались финальные аккорды. Сейчас с Усаниным вскрываем. Вот что-то последнее сделаю, это полезное для тебя. Второй слой делаем. Ну что, ты сегодня много полезного делал. Серегу чуть не спалил. Не, ну, блин, вот эти все приколы с землянкой. Кстати, если что, по профессии маляр штукатуры красить у меня. Все, то да. Давай, маляруй штукатурь, короче, мне пол. Я тоже начну с другой стороны. Сейчас, я надеюсь, после того, ребята, как мы второй слой зальем, нам будет, когда высохнет, более черный пол. И потом уже можно будет залить это все лаком. Так, давай я посвечу, покажу, что мы там наделали. Ой, ребята, смотрите, уже тот угол опять подсох, опять уже белый. Короче, красили-красили, точнее, вскрывали морилкой лестницу. В общем, Усанин меня выгнал, сказал, я сам буду дышать этой морилкой. Короче, пожадничал мне этих паров, ароматов. Заканчиваем. А заканчиваем лестницу чуть-чуть оставить. О, смотрите, как по-македонски, короче, в две руки. В принципе, ребята, как всегда сегодня произошло. Запланировал один объем работы, сделали еще другой. Но день сегодня был достаточно крутой. Какой-то хаос происходил вообще такой непонятный. Все что-то бегали, все что-то делали. Сус пытался мне сжечь два раза землянку, но, в принципе, все хорошо. Видите, я же говорил, что не спалит он мне землянку. Все хорошо. Так что вот, пока он не спалил мне землянку, надо, ребята, заканчивать видео. Напомню еще раз, ссылочка на мой видос на канале Супер Суса, ну, точнее, где я снимался, будет в описании. Переходите, подписывайтесь на Суса. Кстати, Сус, сколько тебе до ляма не хватает? 50 тысяч. 50 тысяч. Друзья, дописывайтесь, докидывайте еще паутинник, может до Нового года и добьем. Да, короче, можете подписаться на Сусанина и сказать, я подписался на него до ляма. У вас, короче, осталось немного времени, поэтому давайте, торопитесь. Ну что, ребята, а с вами был Сергей Трейсер. Надеюсь, вам ролик понравился. Я надеюсь, что мы сюда еще придем на Новый год и отпразднуем тут. Вот, короче, все, знаете, что делать? Напишите, кого позвать на Новый год, кого бы вы хотели видеть на праздник. Я думаю, надо Камрада позвать, Игнатюка и Зеленого. Но я не знаю, или Зеленый так далеко приедет к нам на Новый год. Короче, все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. А мы, короче, в следующей серии будем делать здесь автономный, бесплатный, халявный свет.